Ребят, это уже бюджетный смартфон. Какие же тут огромные рамочки, ребят. Мне это не по нраву, но для бюджетника, ладно, мы это простим. Короче, я теперь отношусь как-то не очень к Медиатеку. Открывать вот так вот, тихонечко. Всем привет! В этом ролике у меня две хорошие новости. Во-первых, пришел Redmi 9C, причем очень быстро, за 15 дней. Честно, я не ожидал, что так быстро дойдет в Казахстан. Ребят, почта реально удивила. Я заказал этот смартфон 26 августа всего за 88 долларов со скидкой по распродаже. Его 12 сентября я уже его получил для Казахстана. Это очень быстро, прям очень. И вторая, я заказал все-таки себе Poco X3. Также в честь выхода Poco X3 я заказал его тоже себе и очень ждусь, чтобы скорее сделать обзор. Спасибо большое моим подписчикам, а особенно вот этому парню, за помощь в приобретении мне этого аппарата. Вот я заказал Poco X3 на 128 гигабайт и еще 4 различных чехла и стекла. И еще, кстати, да закажу попозже. Но не буду тянуть, давайте перейдем к распаковочке Redmi 9C. А дальше у меня есть еще что вам сказать. Ну вот мы и добрались до распаковочки этого смартфона. Блин, ну за 100 долларов, я думаю, это будет шедевр. Ну не знаю, тесты и обзоры покажут. Если он выйдет, он будет здесь у вас в подсказке. А пока поехали к распаковке. Вот таким ножичком красивым отрежем все. Это все-таки лучшая защита, это вот такая воздушная. Я не знаю, как это назвать, но это очень классная защита. Версия у нас глобальная, никаких переходников в комплекте нет. Я взял синий цвет. Здесь мы видим, что Redmi 9C с легким доступом к гугловским приложениям, короче, написано. И я уже думал, коробка вообще пустая, нет. Вот здесь наклеили они Redmi 9C, 2 гигабайта АЗУ, 32 постоянной памяти. Ну и в принципе, больше там ничего не расписано. Ну и погнали с вами уже к самому интересному. Это, конечно же, открытие, так скажем, телефончика. Я люблю скрывать вот так вот, тихонечко. Мне прям это доставляет удовольствие, когда телефончик еще в пленочке остается. Оп, почти идеально. О, классно. Ну это, кстати, еще хорошо открылся, значит. Нормально доставочка прошла. Блин, а он не маленький по первому ощущению, я вам скажу. Совсем не маленький. Ё-моё, какой он красивый. Ребят, это уже бюджетный смартфон. Блин, флюсь. Представьте, что уже какие флагманы идут. Но, кстати, об этом я заказал Poco X3 и скоро уже с вами сделаем распаковочку его. Короче, здесь главные фишки 13 мегапикселей камера, причем она четверная, круто смотрится. 6,53 HD экран, это хорошо. Здесь Full HD в принципе и не надо. 5 тысяч миллиампер часов и MediaTek Helio. Ну, лучше бы, конечно, был какой-нибудь Snapdragon, но ладно. Что есть, то есть. Я никогда предвзято не относился к MediaTek'у до того, как жена не поюзала Redmi Note 8 Pro. Потому что бывают какие-нибудь непонятные зависания там, то все. Но то, что на Snapdragon я не замечал. Перебои с интернетом. Короче, я теперь отношусь как-то не очень к MediaTek'у. Я топлю больше за Snapdragon. Пока телефончик включается, давайте посмотрим, что там у него пришло в комплекте. Сразу вижу скрепочку. Здесь, видите, глобальная версия вот такой. Прям том документов на разных языках и гарантийная карточка. Так, дальше идет... Блин, серьезно? Ну ладно. Micro USB. Жалко, что не Type-C, конечно, кабель. Micro USB кабель. И зарядка. Где характеристики? Кстати, по стандарту MIUI 12 стоит. Знаешь, что мы в Казахстане. Казахский. Как так? Как ты можешь знать, что казахский? Это что такое? Не может же он по стандарту стоять? Вот как он определил, что он едет в Казахстан? До подключения еще к интернету ко всему он уже знает, что я в Казахстане, ребят. За нами определенно следят. Поставим-ка мы Великобританию. Нравится мне этот регион. Я могу сделать ролик о том, как подключиться к почти всем из этих сетей. Так скажем, условно бесплатно. Всего лишь за несколько долларов. И я уже это успешно сделал и практикую. Короче, ребят, если вас интересует ролик о том, как подключиться к своим соседям условно бесплатно, то дайте мне знать, я сделаю об этом ролик. Принимаем условия конфиденциальности. Пропускаем всем карту. Не будем проверять. Первый такой с вами запуск сделаем. Посмотрим, есть ли обновления на MIUI 12. Но думаю, не нужны. Моделька свежая, классная. Динамик вон какой широкий сверху. Камера по центру каплевидной формы. В принципе, ребят, мне очень нравится. Ну и давайте посмотрим немаловажный факт. Королевский ли тут слот под карты памяти или нет? А, здесь еще есть отпечаток пальцев. И это все мне досталось за 88 долларов. Вот это, ребят, называется королевский слот. Здесь, видите, две симки и карта памяти. Давайте глянем первый запуск, посмотрим, как он работает. И, в принципе, для распаковочки уже достаточно. Я его буду тестить. Сделаю обзор. Мне очень интересна эта моделька. Я, так скажем, был профиком по Redmi 4A, 5A, 6A. Теперь уже сразу 9C. И это круто. Короче, ребят, сделаем с вами оптимизацию обязательно. Потому что меня не устраивают все эти стандартные приложения. Так, мой аккаунт тоже пока пропускаем. У меня его нет для рабочего. Отпечаток пальца давайте сделаем. Посмотрим, как работает. Так, вот у нас настроечка завершена. Загружается приложение. А первые очень интересно, что из этого получится. Блин, ну реально, бюджетники стали такими крутыми. Это совсем уже не смотрится, как бюджетник. Я заказал кучу чехлов и стекол для этого смартфона. И у кого есть эта моделька, то обязательно подпишитесь. Потому что я покажу разные и чехлы, и стекла. Каждый сможет выбрать что-то для себя. Ну, конечно, не сравнить включение моего, например, Poco F1 и включение этого смарта. Потому что я тут уже успел поубираться, а телефон все еще включается. Но, ребят, 88 долларов. Это просто бомба, я вам скажу. Ну что, ребят, вот это у нас уже такие бюджетники. Мне очень интересно, какой же придет мне все-таки Poco X3. И да, я заказал каждому смартфону, что к этому, что к тому. Кучу чехлов и стекол. Будет, так скажем, нам с вами чем их защитить. Подписывайтесь на мои соцсети, ставьте лайк. Я очень рад за то, что вы досмотрели это до конца. Особый респект тем, кто так делает. И на этом пока у меня все. Всем спасибо за просмотр. И всем пока-пока. Вот такой вот простенький ролик.